Алина с папой – постоянные клиенты Ломоносовского пляжа. А сегодня, несмотря на официальные запреты, решили даже искупаться. Вода так-то все-таки холодная, но недолгое пребывание в воде нормально. Не страшно, что ребенок заболеет? Да нет. Тебе не холодно? Не холодно. Насколько? Насколько парень. В свой выходной Александр тоже решил помежиться на необычайно теплом майском солнце. Хотелось бы пойти на пляж, который платный, возле лыжной базы, но, к сожалению, он закрыт, и там идет ремонт. Пришлось переместиться сюда, но все равно погода хорошая и, в общем, довольно-то чисто. Аномально жаркая погода еще неделю назад заставила череповчан перебраться на пляж. И даже в будни, в 12 дня, на Ломоносовском было уже полно народу. Коммунальщикам в экстренном порядке пришлось убирать мусор с пляжей, ведь официальное открытие сезона намечено только на июнь. Уже на днях завезут песок, обработают зеленую зону от клещей, установят урны, ограждения, туалеты, предупреждающие знаки. И самое главное, проверят, насколько безопасно лежать на пляжном песке и барахтаться в воде. Мы заключаем договор с Центром гигиены на отбор проб на исследование воды и песка на всех четырех городских пляжах. Дальше уже будет контроль осуществляться ежемесячно планово, а в случае каких-то нештатных ситуаций, например, когда вода не будет соответствовать норме, то будут взяты повторные анализы. Подготовка к пляжному сезону обошлась городскому бюджету в 2,5 миллиона рублей. Половину этих денег потратят на новшество. В этом году на всех четырех городских пляжах будут установлены специальные посты для спасателей. В прошлом году это было сделано лишь на одном пляже в Заречье. На этих постах спасатели будут в солнечные жаркие дни дежурить, следить за тем, что происходит на пляже, за теми, кто купается, спасать, если что, и оказывать первую медицинскую помощь. Приближение купального сезона для спасателей – настоящая проблема. Среди посетителей пляжа много оставленных без присмотра детей и не менее беззаботных подгубивших взрослых. Служба готова, оборудование все готово, спасатели нас обучены, потренированы. Все нормально, ну и сейчас занимаемся обустройством наших городских пляжей. Сегодня уже начались обследования подводной части пляжей. На следующей неделе выставим все пляжное оборудование, которое к нам относятся – это буйки, детские купальни. Спасать, к счастью, пока что на городских пляжах никого не приходилось. Но первая трагедия на воде уже случилась. В прошлую пятницу в суде с плота упал 13-летний мальчик. Он не умел плавать и утонул. В прошлом году утонувших в городе и районе было почти 30 человек. Специалисты настоятельно рекомендуют пока вообще не купаться. Вода еще холодная, тем более неизвестно, какого она качества. Нельзя пить речную воду, нельзя мыть овощи и фрукты, стараться не глотать, следить за детьми. Первые рейды по пляжам начнутся только в начале июня. Именно тогда все четыре зоны отдыха будут принимать комиссия, в состав которой войдут специалисты Роспотребнадзора, ГИМС, спасатели и департамент ЖКХ. Роспотребнадзора